Балалайка Вячеслав Титов приехал на фестиваль в Анапу со своим учеником из города Иваново. Обучает детей игре на музыкальных инструментах уже около 50 лет. По словам педагога, необходимо прежде всего заинтересовать юное дарование. Сначала рассказывает об игре на гитаре, а после переходит и к балалайке. Этот инструмент чуть более сложно освоить, но ее звонкая мелодия по-особому трогает душу. Дима Васильев играет со своим наставником получасовую программу. Обычно ребята добиваются таких результатов не раньше, чем за 4 года. Дима занимается всего лишь год, и за это время он успел выступить на всероссийских и региональных конкурсах. Это как-то необычно. Когда идешь по улице, не видишь, что кто-то сидит под мостом и играет на балалайке, все на гитаре. А это музыканты из Якутска. Коллектив играет на балалайке и домре. Ребята отмечают, звучание народных инструментов обладает чем-то магическим. Оно завораживает и совершенно отличается от современной музыки. Она очень приятная по звуку. Ее очень классно играть. Вот вы услышите, какой интерес вызывает. Не эстрада даже. Потому что люди, конечно, вот истосковались вот по этим вот. Вы слышите, да? Трогает душу. Вот что тут скажешь. Дети, затаив дыхание, слушают. Потому что, ну эстраду все как будто бы уже могут. Да, что там включил, попрыгал, подергался. А это же уже понимают дети, что это очень большой труд, что это такое мастерство, которым надо заниматься часами. К сожалению, оркестры народных инструментов сейчас не столь популярны, как, например, современная эстрада. Но народники не огорчаются. Говорят, что и для них аудитория всегда найдется. Они и тут берут не количеством, а качеством.